В Винновской детской школе искусств стартовал Всероссийский конкурс юных органистов. 30 молодых дарований со всей России приехали сюда, чтобы бороться за звание лучших. Сейчас выступают самые юные. Всероссийский конкурс органистов проходит в Винновской школе искусств уже в четвертый раз. Мероприятие включено в обширную программу международного фестиваля «Музыкальное приношение Иоганну Себастьяну Баху», который ежегодно организует Российская академия музыки имени Гнесиных. В этом году фестиваль базируется на восьми площадках Москвы и Подмосковья. В Винном одна из них. Этот конкурс вызывает огромный интерес и у жителей нашего Ленинского городского округа. К сожалению, в этом году конкурс проходит в закрытом формате, то есть без зрителей. Участники играют, что называется, лично вживую, а вот зрителей, к сожалению, мы в этом году ожидаем только сопровождающих. Учащиеся детской школы искусств города Видное будут принимать участие наравне с музыкантами из Москвы, города Саратова, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Мы просто безумно рады приветствовать у себя в очном формате вот такой детский музыкальный праздник, посвященный органной музыке. В ходе первого этапа конкурса свое мастерство перед строгим, компетентным жюри, среди которых заслуженные артисты России и профессора ведущих музыкальных вузов страны, продемонстрировали самые юные органисты. Лично я буду обращать внимание прежде всего на отношение к исполняемым произведениям, на ощущение стиля, на ощущение содержания музыки. Для меня это самое главное. Восьмилетняя Настя Адучаева вместе с мамой приехала на конкурс из Саратова. Для юной органистки это далеко не первое музыкальное состязание. На многих конкурсах поступала. Ну и как успехи были? Хорошо. Первые места были. А вот для ученицы видновской дыши Даши Кислицкой это первый органный конкурс. Впрочем, как пианистка она уже неоднократно становилась призером различных состязаний. Волнуешься? Ну чуть-чуть. Ну и как ты вообще оцениваешь свою силу? Ну не знаю, где-то средний. Там очень сильные есть дети. Мне кажется, у меня не будет первое место, но может какое-нибудь третье место. 27 марта юных музыкантов ждет второй тур конкурса в стенах видновской школы искусств. А вот завершится мероприятие 28 марта большим концертом победителей, который пройдет в органном зале Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно.ТВ.